Да, привет, друзья. Ну, конечно, я всегда просматриваю разные методики, которые показывают. Вот вчера с интересом посмотрел метод Сильва. Но метод Сильва я давно знаю, вы, наверное, слышали давно. А я вчера посмотрел более подробно. Ну, конечно, я знал о том, что я когда в Польше был, там тоже было подразделение метода Сильва. Это было во всех странах, во всех городах. Люди на этом и зарабатывали. Я помню, в Польше, когда я был, там прошло приглашение. Будет такой-то семинар, стоит столько-то, желающие записываются. И там говорилось о том, что вы там научитесь техникам, с помощью которых сможете развивать свои способности, контролировать свое сознание, стало быть, им управлять и расширить свои ресурсные возможности и свои способности. И самое главное, что он, оказывается, исследовал гениальных людей. И оказалось, что великие люди, известные человечеству, они когда создавали свои произведения, шедевры, изобретения, они обладают таким человеческим качеством, как беспокоились не только о себе, но и о пользе человечеству. И там, как бы, говорилось, что на этом курсе будут такие представления высказываться, что если вы занимаетесь своей жизнью и думаете о чем-то, в этот момент думаете, какую пользу принести человечеству, то у вас открываются большие способности, вы становитесь более здоровыми, можете легче контролировать свое самочувствие. Ну, как интересно, правда же? Я посмотрел, значит, эти видео, очень вдохновился, потому что, еще раз подскажу, оказывается, что и он, Сильва, как и Фрейд, как и другие, они все выросли из гипноза. То есть он занимался изучением гипноза, и в конечном счете метод Сильва превратился в более усовершенствованном виде через много лет. Это, по существу, обучение человека погружаться в трансовое состояние. Ну, там, так называются частоты, там, где-то 10 Гц. Если ребенок, там у него 2 Гц, 3 Гц, а когда он становится взрослым со всеми человеком, там, 20 Гц, то вот эта средняя частота, альфа-частота, на которой, оказывается, он учил людей думать на этой частоте, потому что, когда человек становился взрослым, он уже на высоких частотах думал и действовал. А на самом деле, если думать на этой частоте, воображать себе что-то, настраиваться на что-то, то получается большая эффективность. И он этому учил. И на самом деле, я посмотрел, как он это делает. Его дочь продолжала его деятельность и тоже этому учила. На самом деле, если посмотреть на самые разные методы мира, окажется, что все заняты этим. И помните того аптекаря, который изобрел метод, когда, погружаясь в сон, надо помечтать о желаемых изменениях себе, сказать себе, я здоровый, я крепкий, засыпаю. Да, и если вспомните, как, именно пользуясь психотерапией, когда гипнотизирует человека, погружает его в транс, и ему говорят, ты здоровый, ты будешь чувствовать себя лучше, скажем, днем и так далее, то получается, на самом деле, использовать транс для внушения и самовнушения. И поэтому я, когда еще раз убедился в том, что, во-первых, ресурсы открываются тогда, когда ты думаешь не только о себе, но и обо всех, это первое. И второе, когда ты находишься в таком полутрансовом состоянии между сном и бодрствованием, будь то это в постели, или когда ты глубок чаще сосредоточился над решением какого-то вопроса, научного или творческого, когда ты полностью погрузился туда, это и есть, собственно говоря, моделирование того полугипнотического фазового состояния, в котором, если ты думаешь о какой-то задаче, отсекаются все лишние конкурирующие сигналы мозга, потому что формируется одна доминанта, в русле которой мгновенно подключаются ассоциации, все, что связаны в подсознании, все, что ты видел, все, что ты слышал, все, что ты читал, которые лежат на диасознании, в подсознании, в этом максимальном погружении, как и в гипнозе, но в гипнозе как, ну вызвал у человека гипнотическое состояние, даешь ему команду, вот Райков, как говорил, ты гений, и дети лучше рисовали, и вот оказалось, что чем глубже это состояние, тем одного сигнала достаточно, чтобы все ассоциации, связанные с этой темой, выстроились автоматически в полном объеме. Достаточно было, вот у Райкова находка такая была, он не внушал им, вот ты будешь лучше рисовать, ты там и так далее, вот разворачивать эту картину, представлять, нет, он просто говорил в глубоком гипнозе, ты гений, и все, давал такую высокую планку. И все ассоциации, связанные с этим, они сами моментально включались, а вот когда неглубокое состояние, когда ты находишься в обычном состоянии бодрствования, тебе приходится рисовать эту картину, визуализировать, что ты, да, можешь лучше рисовать, там, или лучше петь. Чем менее глубокая фаза, тем больше конкурирующих сигналов, и поэтому тебе приходится разворачивать эту картину. Поэтому проще же погрузиться поглубже с этой доминантой, и все ассоциации, необходимые для реализации твоего намерения, сами выстраиваются очень быстро. Ну, я таким образом изобретение создаю, и каждый раз создаю новый контент для встречи с вами. И вот сегодня, видите, я вам это рассказываю, я придумал такую методику, скоро у нас будет вебинар, скоро у нас будет вебинар. Ну, это обычная история. Я на это совершенно спокойно реагирую, потому что я умею переводить вот эти вот стрессовые напряжения в нужное ростло, чтобы они мне помогали как раз-таки лучше работать. И я вот буду делать сейчас вебинар, скоро будет объявление, вы увидите. Поскольку все методы, которые я просматриваю в интернете, имеют одно и то же основу, одно и то же. Просто, ну, немножко разные техники, немножко разные грани высвечиваются, немножко разные назначения, немножко по-разному называется, но суть-то одна. Поэтому ключ, да, ключ от всех дверей, как говорится, в любом направлении, для восстановления, для мобилизации, для настройки, для самолечения и так далее. Поэтому этот вебинар, я там эту методику, которую буду показывать, она совершенно новая, такой нет еще в интернете. и она называется, сейчас я вам скажу, это очень интересное название, есть такое понятие, как объединенных сил. Объединенных сил, то это будет методика, в которой сама суть всех методов объединена, все силы всех методов, одна соль, как говорится, значит, мы назовем эту методику, как методика объединенных, нет, объединение объединенных сил, всех методов. Да, это будет интересно, потому что вы научитесь, во-первых, там будет методика из ключа, как выходить на это состояние стресса, когда вы можете грузить себя той доминантой, которую вы сами хотите, и потом, когда вы будете уже ночью, когда ложиться спать, вы будете часть этого механизма, который я объясню, как этот алгоритм делается, перед засыпанием, засыпая, тоже кусочек делать, и у вас будет получаться эффект объединенных сил всех методов мира. Это будет очень интересно. Ну, например, у вас там какие-то проблемы со здоровьем, да, и вы будете запускать туда, знаете, такое самопрограммирование, как ремонтную мастерскую на клеточном молекулярном уровне, вы будете потом спать по себе спокойно, а вы запустили себе там эту ремонтную мастерскую, и она будет вам латать все эти дырки, восстанавливать все истощенные и нарушенные функции, и с каждым днем вы будете чувствовать себя все лучше и лучше, и у вас будут открываться тех способностей и качества. Но не забудьте, что в это время и вообще надо думать не только о себе, а думать о своей полезности. Задумывайтесь чаще о том, чем бы вы могли быть полезны для всех людей. Задумайтесь, самоидентификацию такую-то делайте, потому что вы же на самом деле по природе творец. Да, как в Библии написано, решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Ну, стало быть, как творца. Вы же творец по природе, и поэтому, если вы иногда задумываетесь, особенно вот пользуясь этими приемами ключа, снимая стресс, выходя на состояние, когда вы можете помечтать, задумывайтесь, чем же я могу быть полезен для всех, в чем моя неповторимость, о чем я люблю больше всего мечтать. И после этого вебинара вы заметите, что от мечты к открытиям, от мечты к реализациям, то есть по существу этот вебинар будет посвящен самореализации, самоидентификации и самореализации, где будет использована новая методика версии ключ, да, объединенных сил всех методов, да, объединенных сил всех методов, потому что на самом деле природа всех методов одна и та же. И самое главное, что после этого вебинара вы будете все методы смотреть, будь то метод Сильва, метод Шульца, аутогенной тренировки, метод медитации, альфа-состояние, любые методы, и вы будете понимать, на чем мы гипноз построим, потому что я там несколько слов об этом обязательно скажу. и так там будет и метод Райкова, и метод Шульца, и ключ будет это все, как говорится, синтезировать, синхронизировать в новом качестве, проще, эффективнее, быстрее, ну, стало быть, легче и мощнее. До встречи, друзья! Вы потом увидите, как эта ремонтная мастерская будет внутри вас работать после того, как вы будете на это настраиваться. До встречи!